Описание главных событий прошедшей недели в Республике Башкортостан все больше и больше смахивает на какую-то криминальную сводку. И в этой криминальной сводке фигурируют вовсе не разбойники, убийцы, насильники и прочие кровопийцы, а все чаще и чаще фигурируют члены той самой команды Х. И тут, как говорится, вопрос, кто из них хуже друг друга. На этой неделе с обысками пришли к руководителю Комитета по делам молодежи и молодежной политики Яне Александровне Гайдук. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными положениями в Госкомитете и Республиканском центре волонтерского движения, любимым и единственным, пожалуй, детища той самой Яны Гайдук. На данный момент следствие не разглашает результатов следственных действий, а именно обысков по месту жительства и по месту работы Яны Гайдук. Кстати говоря, это следствие весьма гуманно отнеслось к самой подследственной и, как сказать, даже в тюрягу не посадили, в кандалы не одели, а всего лишь-то взяли подписку. Но любопытная истерическая реакция свежеобысканной чиновницы. Видимо, руководствуясь давним девизом молодежных движений в Республике Башкортостан «Слабоумие и отвага», фрау Гайдук заявила, что следователи и следственные действия Следственного комитета и ФСБ – это, цитирую, провокация, и что, по мнению той самой Гайдук, Следственный комитет и ФСБ, цитирую, «занимаются фигнёй». Ну, наверное, надо подождать теперь реакции оплёванных силовиков и послушать, что скажет эта самая Гайдук после того, как выяснятся все подробности финансовой деятельности её развесёлого комитета, который, как говорят люди близкие к вопросу, давно превратился в дорогостоящую бюджетную тусовочку золотой молодёжи. А ещё на минувшей неделе Верховный суд Республики Башкортостан в апелляции ожидаемо снизил чудовищные сроки вице-премьеру правительства Беляеву и министру правительства Кучербаеву. Им дали теперь 2,2,3 года колонии-поселения, соответственно. Ну, лично я никогда не желал этим прохиндеям сгонить в тюрьме, это уж слишком много, как говорится. Важнее подтвердить неизбежность наказания. Вот принцип здесь важнее результата. Для всех членов команды Хэ это наказание должно быть неотвратимым. Ну, собственно, так и произошло. Что имеем в зачёте у Хабирова сейчас? Плюс два министра-уголовника. Ну, а ведь как бы всё было очень даже мило в самом начале. Когда только-только ещё забрали Беляева и Кучербаева, Хабиров сурово заявил, что своих не сдаём и что, мол, надо Фокса идти с Кичи выручать. А на оперативке тогда он и вовсе объяснил отсутствие Беляева и Кучербаева так, цитирую, они порешают там свои вопросы и вернутся. Ну, ага. Ну, годик так, через три, наверное, вернутся, дорогой Радий Фаридович. А скорее всего, на самом деле, не вернутся. Ведь придётся теперь увольнять их. Хочешь, не хочешь, но всё ещё на сайте Министерства Кучербаев числится министром. Ну, довольно-таки, скажем так, сомнительная ситуация. Уже подтверждённый решением Верховного Суда уголовный преступник Кучербаев всё ещё министр в Республике Башкортостан. Вообще непорядок. Как иллюстрация многообразия правосудия в Российской Федерации, наверное, лучше всего подходит одна очень странная и, наверное, трагикомическая история, которая приключилась вот на этой же неделе в аэропорту города Уфы. Гость Уфы из Краснодарского края попытался украсть из сувенирной лавки лисью шапку за 22 тысячи рублей. Ну, был пойман транспортной полицией, арестован, и вот ему теперь реально дадут от полутора до двух лет настоящей колонии. Не то, что Беляеву и Кучербаеву за 91 миллион ущерба дали от двух до трёх лет колонии-поселения. Ну, а тот, кто знает, понимает, что колония-поселения – это вообще не та колония общего режима, которую получит вот этот похититель лисьей шапки. Ну, вот так вот по-разному у нас бывает. А вот Ильдара Юланова, генерального директора Башкира Автодора, и его подельников с Кичи на этой неделе выручить не получилось. Дорогой Радий Фаритович, как ни бился, как ни договаривался, но ничего не вышло. Верховный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения, этим злодеям опасаясь, что подследственные окажут воздействие на участников следствия. Ну, собственно, злодеи остаются в СИЗО, как минимум, до боя курантов 31 декабря 2023 года. Мысль о том, что регионом управляет не структура власти, а некая ОПГ, это уже в Башкирии даже не мысль, а скорее это даже уверенность большинства мыслящего населения. Ну, подобная репутация, конечно же, не может не тревожить тех, кто притворяется властью в Республике Башкортостан, и, видимо, потому истошно заголосили на все лады платные болельщики команды Х. Ну, что, мол, дескать, даже представить себе невозможно, чтобы целым регионом управляли какие-то преступники. Ну, собственно, а что тут представлять? Просто взгляните на список арестованных, обвиненных и посаженных членов команды Х, список этот очень длинный, ну, и делайте выводы.